Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях ученики школы «Юного энергетика» вместе с руководителем Александром Балахонцевым. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, ребята! Добрый день! Прежде всего, мне хочется вас поздравить с победой. Вы стали призерами премии «Наши Подмосковья». Заняли почетное, подчеркиваю, почетное второе место. Конечно, я думаю, что все наши телезрители помнят, как ровно год назад вы были в этой студии. И мы тоже поздравляли вас с победой в премии. Тогда вы нам обещали, что станете в новом году абсолютными победителями. Александр, почему же все-таки не удалось покорить заветное первое место и не вручили вам в этом году первую премию? Наверное, нашему проекту не хватило какой-то трогательности. У нас не было во время нашей работы проекта никаких громких пиар-акций. Мы не перевели ни одну бабушку через дорогу. Мы не устраивали гонки на инвалидных колясках. Мы не посадили ни одного дерева. У нас достаточно закрытый проект. Мы занимаемся... Мне посчастливилось, потому что я считаю, мне действительно посчастливилось. Помочь детям самореализоваться с помощью предприятий, на которые работаю. У нас не было еще раз громких пиар-акций. О нас никто ничего не знает. Какой проект в этом году вы подавали на премию? В чем была его суть? Ну, его суть была, мы разработали, рассчитали, собрали вот это устройство, которое, благодаря тому, что у меня есть некий административный ресурс, удалось его внедрить в систему наружного освещения города Одинцова. И, ну, суть его в том, чтобы экономить электроэнергию. Ну, я хочу сразу расставить все точки. Это не только создавали это устройство вы, вы создавали его вместе с вашими учениками. Абсолютно верно. То есть это устройство разрабатывали и собирали дети, просчитывали. Правильно, Марина, Никит? Да. В том числе вы напрямую участвовали в этом процессе. Я еще раз повторю, что наш вот этот в этом году конкурс назывался «Мы номинировались в категории команды», поэтому в нашем проекте нет слова «Я». То есть это вот все, что вот мы сделали, это мы, это наша общая победа. Победы родителей и учителей 10-го лицея. То есть это общий труд, который завершился тем, чем завершился. То есть вот это вот устройство прошло испытание в действующей электроустановке, в схеме управления наружным освещением. Вот. Оно показало очень такие хорошие, позитивные результаты. Марин, вот расскажи об уникальности этой коробки. И вы верили вот в самом начале, когда вам Александр сказал о том, каким будет это устройство и что вам нужно собрать, что у вас все получится. И оно действительно будет выполнять те задачи, которые вы ставили, и те надежды ваши, которые вы возлагали на него, оправдает. Изначально, честно говоря, когда Александр Анатольевич только заговорил о проекте, когда его еще на практике не существовало, я очень слабо понимала то, как это будет выглядеть. Потому что для меня было чем-то очень необычным то, что мы сможем изменить фактически освещение города. То есть я со своими одноклассниками смогу изменить то, как светят фонари на соседней улице. Это достаточно трудно вообразить вначале. Ну давай сразу поясним нашим телезрителям, в чем заключается суть. Что делает эта небольшая коробочка? Ну я думаю, рассказывать о самих технических процессах, которые в ней происходят, не стоит. А работает она таким образом. Она сокращает количество электроэнергии, тратящейся на освещение, за счет того, что сокращает время работы уличных фонарей. То есть она более точно выключает фонари. И включает. Включает, да. Включает и включает фонари в более точное время, а также выключает их в ночной период, когда на улице практически никого нет и они фактически не нужны. Ну я, конечно, понимаю, что сейчас все мои слова, все мои поздравления, да, они, ну как бы, ну не совсем как бальзам на душу, да. Потому что, конечно же, всегда хочется быть лидером, всегда хочется быть победителем. Особенно, когда ты занимаешь второе место, да, вот, ну понимаешь, что был где-то вот в полушаге, но чего-то не хватило. Но, тем не менее, я считаю, что вы огромные молодцы и у вас все получилось. Вы второй раз, второй год подряд покоряете вершину премии. Александр, в чем, на что в прошлом году были потрачены средства, которые вы получили от премии? И как планируете в этом году расходовать ваш общий бюджет? Да, правильно, совершенно правильно, он общий. Но в прошлом году было закуплено интересное лабораторное оборудование для наших занятий. То, которого, ну то есть, наша программа «Школа энергетик», она выходит за рамки школьной программы. И, соответственно, тех приборов, которые бы могли нам помочь в разработке каких-то устройств, их просто в школьной лаборатории нет. То есть, его пришлось закупить. То есть, он достаточно такой дорогостоящий, но мы сейчас уже вооружены очень серьезно. Вот. Это нам позволило в том числе сделать и вот это устройство, и так далее. В этом году мы планируем, ну, скажем так, выйти на другой уровень, создать некий такой макет электросети действующей, которая будет управляться с помощью мобильных приложений, с помощью автоматики. Выйдем на такой уровень микроконтроллеров. И вот соберем такое устройство. Причем я хочу сказать, что эти знания наверняка ребятам пригодятся и в будущем, какую бы дорогу они ни выбрали. То есть, современные элементы умного дома, которые можно управлять с мобильного приложения освещением в квартире или электроприборами. Это все они получат, вот эти все знания получат. А пока мы вот сделаем, чтобы было что показать, модель электросети. Я предлагаю сейчас показать нашим телезрителям, как проходят занятия в школе юного энергетика и чем вы там занимаетесь, что собираете. Посмотрим? Внимание на экран. Ребята спешат на занятия. Сегодня они будут сами собирать электросеть, подключать абонентов и отрабатывать аварийные ситуации. Еще больше учеников школы юный энергетик радует тот факт, что занятия будут проходить под руководством светил энергетики Одинцовского района. Благодаря работе этих людей в наших домах есть свет и тепло. Трудно представить, что может быть без электричества. Интересно как детям, так и преподавателям. Значит, юный задор у наших учеников заражает настолько, что самому становится интересно то, о чем рассказываешь. Чувствуется, что у молодежи есть интерес к тому, что они изучают. Ну и надеюсь, что со временем они пополнят ряды нашей организации. Ребята собрали электросети, а дальше началось самое интересное. Пропал ток. И нужно было понять, что случилось. Обрыв линии электропередач или что-то другое. Ученики высказывали разные мнения и предположения, но в конце концов нашли причину аварии и устранили ее. Поликлиника, детский сад и жилой дом получили электричество. И мы здесь вот на столе собрали такое подобие электросети, то есть с низкой стороны, с высокой, с абонентами, с трансформаторами, с распределительными устройствами. И дети практически под руководством профессионалов, под руководством заместителя главного инженера филиала по оперативной работе, дети выполняли, были практически аварийно-выездной бригадой. То есть они почувствовали, как это происходит по-настоящему. На первый раз твердую четверку я бы поставил. У меня физико-математический класс, и я с физикой очень связана. И увидеть, как на практике, какие где токи текут, и что вот это напряжение, что это за циферки на бумаге, как они могут работать в городе, это очень интересно. Собирать такие серьезные конструкции стало возможным благодаря премии «Наше Подмосковье». Все средства были потрачены на закупку необходимых материалов. Работать в студии стало гораздо интереснее. Ребята не только теоретически изучают те или иные процессы, но и отрабатывают их на практике. Ну, как бы практически всю премию потратил на вооружение нашего кружка, на приобретение осциллографа, паельной станции, генератора частот, на осциллограф. То есть мы вооружены, и мы можем, имеем возможность рассчитывать и воплощать в железе более и более сложные устройства и понимать, как они работают. То есть это здорово. На самом деле премия – это такое хорошее, лично для нас, для нашего кружка. То есть это хороший был стимул. Сейчас ученики работают над новым проектом, пока все держится в секрете. Ребята надеются на то, что он в этом году тоже будет отмечен премией губернатора «Наше Подмосковье». Александр, ну мы сейчас все посмотрели один из уроков, который проходит в вашей школе. Видели, что вы приглашаете в том числе и инженеров из электросетей. Расскажите об этой связи. Кто присутствует чаще всего на ваших уроках? Ну, знаете, мы просто… Одна из целей занятий в школе энергетика – ребята объяснить им, понять, как все на самом деле работает, как устроена электросеть. То есть мы на столе собрали, сдвинулись, собрали модель электросети и провели точно такую же противоаварийную тренировку, только вот на макете, какую проводят электромонтеры все с некой периодичностью, чтобы поддерживать себя в форме постоянно, чтобы было уменьшить время устранения технологических нарушений, всяких аварий, прямотяжений. То есть мы практически пригласили главного диспетчера, начальника Одинцовской диспетчерской группы, заместителя главного инженера по оперативной работе, и дети выполняли роль электромонтеров оперативно-воездной бригады. Делали переключения, отрабатывали различные, на самом деле, житейские ситуации, как там, например, ну не дай бог, там, пожар на трансформаторе или там переключения оперативные делали. То есть мы по подключению мобильной электростанции, это работа, которая ежедневная, ежечасная работа, которую проводят работники электросети для того, чтобы у нас в квартирах было тепло, был свет, и это требует постоянного вложения и сил, и умения, и совершенствования навыков. И мы провели вот противоаварийную тренировку на макете сети точно такую же, как проводят реальные электромонтеры на реальном оборудовании. Никита, насколько было интересно поднимать сеть, которая полностью обрушилась, практически половина города, ну импровизированного, безусловно, осталась без электроэнергии? Ну, понимаете, такую электросеть действительно было достаточно увлекательно, интересно, в некоторые моменты было сложно и непонятно. Но вскоре мы смогли найти проблему, устранить ее, и свет и электроэнергия снова смогли потечь по проводам. То есть все получилось. Как оценили ваши коллеги знания, уровень знаний вашего воспитания? Ну, вообще, очень хорошо оценили. Дети поразили? Поразили. И лично для меня это очень дорогого стоит, когда признание моих коллег, они так вот подходили, хлопали по плечу, и говорят, ты, Анатольевич, там даешь. На самом деле дети очень понравились, и я и впредь буду привлекать коллег с электросети, со своей работы к этим мероприятиям, к обучениям, потому что я не могу все знать. У нас, например, совершенно шикарный инженерно-технический состав, которым есть что рассказать, и на доступном языком, и они будут участвовать в нашем проекте тоже. Александр Анатольевич, не только вы преподаете для ребят, ребят уже достаточно накопили знаний, навыков, и сами стали преподавателями. Вы провели ряд открытых уроков в школах города Одинцова. Расскажите, в рамках какого проекта, и мы тоже побывали на одном из уроков, посмотрим чуть позже, сначала расскажите об этом проекте. Ну, проект, этот проект вместе ярче, который проводится при поддержке и Министерства энергетики, и Министерства образования. Ну, и нас попросили провести вот в рамках этого фестиваля, это, на самом деле, он по всем регионам проходит, в том числе и у нас в Московской области, провести такие открытые уроки в школах по тематике энергоэффективности, энергосбережения. Но дело в том, что сентябрь месяц, он у нас традиционно, это время подготовки к осенне-зимнему периоду. То есть энергетики, все у них, это самая горячая пора, это сентябрь-октябрь месяц. Вводится новое оборудование, проводятся вот эти многочисленные тренировки. Мы готовимся к зиме, чтобы в городе, в районе было стабильное электроснабжение. Ну, и инженерно-техническому составу было достаточно тяжело в этом поучаствовать. То есть ему, например, главный инженер Одинцовского производственного отделения, ему надо было бросить какие-то дела и идти в школу. То есть вы подхватили и помогли своим старшим друзьям. Вы знаете, ситуация как сложилась? То есть когда мы встретились с ребятами, я вот сказал, вот такая вот ситуация. Я уж не помню, у кого какая-то идея получилась, но родилась. Он говорит, а почему бы нам не провести? И я вот обратился в управление образования Одинцовского района, нас там поддержали, я даже сам был приятно удивлен. И мы вот провели такие уроки в двух школах. Ну, в одной школе ребята провели, в другой девчонки. Ну, я хочу сказать, что это, как сказать, ну, дети внесли свой вклад в подготовку города к осенне-зимнему периоду. Их теперь можно смело называть нашими коллегами. Ну, я думаю, что давайте посмотрим, всем уже стало интересно, как ребята вели уроки в школу города Одинцово. Внимание на экран. В 10-м лицее вот уже несколько лет работает студия «Юная энергия». Старшеклассники охотно ходят на занятия, ведь преподают здесь ведущие специалисты Одинцовских электросетей. В прошлом году ребята стали обладателями премии губернатора «Наша Подмосковья». А сейчас они участвуют в новом всероссийском проекте «Вместе ярче». Мы накидали такую программку, где энергоэффективность не то, чтобы, знаете, как бубнить, вот, что вот, там, выключайте лампочки, там, используйте вот хорошие лампочки, а плохие не используйте. Это, на самом деле, такой клубок из юридических, экономических вопросов, исторических даже. То есть, что энергоэффективность – это просто… Если бы мы не были энергоэффективными, человечество бы не выжило в свое время. В рамках проекта «Вместе ярче» лицеисты провели открытые уроки в разных школах Одинцова. Главная тема – энергоэффективность. Энергоэффективность – это одно из самых важных понятий в принципе. Также это очень хороший опыт для меня и для девочек, которые проводили эти уроки, потому что не каждый день у нас получается провести уроки у младшеклассников. Мы фактически сегодня выступали в роли учителей, которые просвещали непросвещенных на тему электричества, откуда оно взялось и как его рационально использовать. В 11-й гимназии группу юных энергетиков встретили восьмиклассники. Они внимательно слушали доклад о том, как нужно относиться к электроэнергии, узнали правила безопасного обращения с электроприборами и получили ответы на все свои вопросы. Лицейсты прекрасно справились с ролью учителей. Уроки в такой форме будут проходить и в дальнейшем, говорит руководитель студии «Юный энергетик». Дети быстрее усваивают информацию, когда получают ее от своих сверстников. Марина, что ты чувствовала? Стоя перед практически своими сверстниками и рассказываем о том, как нужно бережно относиться и как нужно правильно расходовать электроэнергию. Мне на самом деле было сначала очень страшно вести урок за место учителя, чего я раньше никогда не делала. Но потом, когда я уже начала рассказывать ребятам о теме нашего урока, я поняла, что меня по-настоящему слушают, по-настоящему заинтересованы тем, что я говорю. И поэтому урок прошел очень легко, очень, я думаю, очень полезно для ребят, которым я это рассказывала. Марина, я поняла, что тебе понравилось вести уроки. Как думаешь, в будущем будете вы принимать еще участие в подобных проектах? Я пока не знаю, но если предоставится такая возможность, то я с удовольствием еще раз поучаствую в проведении каких-либо уроков. Александр Анатольевич, над чем работаете сейчас и будете в следующем году пытаться завоевать премию в нашу Подмосковье, стать победителем? Я очень хочу встретиться вот с нашим составом. Может быть, одно из самых главных результатов вот этой школы юного энергетика, что удалось попытаться хотя бы собрать из ребят такой коллектив, как на реально действующем предприятии, как в электросети. У нас есть свой юрист, экономист, электромонтер, инженер. И вот эта коробка, которая прошла испытание, показала положительные результаты по экономике. То есть мы городу можем, я боюсь цифры эти называть, но по прикидкам 14% электроэнергии мы можем сэкономить. Только за счет того, что ночью, когда электрички не ходят, мы привязали этот прибор к последней электричке, который приходит, и к первой, которая уходит. И в этот промежуток времени два из трех фонарей мы отключаем. Но вот испытания пришлось над жителями, опыты над жителями города Одинцова пришлось прекратить, потому что были обращения в добродел. Кому-то не понравилось, что в три часа ночи не освещена детская площадка, например. В любом случае, эта коробка, она доказала эффективность. На самом деле, вот эта коробка, она находится, очень хорошо стыкуется с региональным законодательством по благоустройству. То есть, закон по благоустройству, который напрямую, скажем так, разрешает, даже советует, рекомендует устраивать такое управление уличным освещением. То есть, мы этот вопрос тоже проработали, помимо технических вопросов. То есть, я говорю, у нас такое маленькое предприятие. Маленькое, успешное, и вы даже зарабатываете деньги уже второй год подряд, становясь призерами премии «Наши Подмосковья». Благодаря чему можете развиваться дальше и реализовывать свои самые амбициозные проекты. Точно так. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Я еще раз поздравляю вас все-таки с победой в премии «Наши Подмосковья». Мы гордимся вами. И это правда. Вы смотрели программу «Моя планета». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok